МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро! Здравствуйте! Максим Горький писал, хороший человек должен себя беречь. В том, что нас смотрят только хорошие люди, мы ничуть не сомневаемся. А поэтому давайте говорить о том, как вы можете сберечь себя и свое здоровье в программе о самом главном. Березовый сок из магазина. Можно ли его пить? Разберемся вместе с ректором Университета пищевых производств. Как только производитель понял, что можно использовать не сок плюс сахар, плюс лимонную кислоту, а воду плюс сахар, плюс лимонную кислоту, появились первые поделки. Это рубрика «Продукт дня». Пусть я всем известную песню. И Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Как раз сейчас березы начинают давать сок, поэтому сегодня мы будем говорить именно о березовом соке. Для начала поговорим о магазине березового соки. Отличается ли он от натурального, свежевыжатого? Действительно ли это сок? Или на самом деле это просто вода с сахаром и лимонной кислотой? Чтобы разобраться во всех этих вопросах, мы пригласили специалистов из Университета пищевых производств. И очень скоро он откроет вам всю правду о магазинном березовом соке. А еще мы вам расскажем, как правильно добывать березовый сок, а не выжимать его свежевыжатый. Чтобы его было много и чтобы мы не навредили березе. Это же отличается магазинный березовый сок и березовый сок натуральный. По количеству питательных веществ. Посмотрите на экран. Что мы видим? Белков там нет, жиров там нет. А что касается углеводов, в натуральном березовом соке 2 грамма углеводов, в то время как в магазинном 6 грамм. Ну, соответственно, калорийность отличается. Вопрос. За счет чего так увеличилось содержание углеводов? Ответ мы видим на этикетке. Состав. Сок березовый, запятая лимонная кислота, запятая сахарный сироп. Вот. Точка. Вот. Вот. За счет сахарного сиропа. Туда добавили сахара, и, соответственно, поэтому углеводов стало больше, калорийность стала выше. Правильно. А зачем в настоящий березовый сок добавляют сахар и лимонную кислоту? Вот именно с этим вопросом мы обратимся к нашему эксперту из Университета пищевых производств. Еделев Дмитрий Аркадьевич, ректор Московского государственного университета пищевых производств, профессор, доктор медицинских наук. Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Березовый сок, как к нему относитесь? К березовому соку надо относиться положительно. Вы-то положительно относитесь? Конечно. Хорошо. Это же самый первый сок, который появляется в нашей стране весной, ранний. И, пожалуй, больше нет другого сока. Вот мы выяснили, что в магазине березовый сок слаще, калорийнее, из-за того, что туда добавляют сахарный сироп и лимонную кислоту. А зачем это делают? Ну, вы должны понимать, что на самом деле березовый сок достаточно безвкусен. Там совсем немного, но... Ну, 2 грамма углеводов. Да, но очень полезных органических кислот. Их порядка 10. Там находятся витамины. Там находится немножко углеводов. Так. То есть вы на вкус почти не ощутите. Понятно. Поэтому производитель добавляет сахар. Это первое. А второе – добавляет кислинку. Органические кислоты, они не дают кислинку. Вы же знаете, что вот кислинка плюс сахар дает самый хороший вкус. Ну, да, сочетание. Вот именно поэтому производитель добавляет лимонную кислоту. А это не за счет того, чтобы сок дольше хранился, например? Это второй маленький секрет. Ох, я его открыла. Производитель таким образом консервирует этот сок. То есть он его стерилизует раз, и затем лимонной кислотой с сахаром доконсервирует. А вы сталкивались с тем, Дмитрий Аркадьевич, что, например, делают поддельный сок? Фальсифицируют. Да. К сожалению, поддельного сока очень много. Как только производитель понял, что можно использовать не сок плюс сахар плюс лимонную кислоту, а воду плюс сахар плюс лимонную кислоту, появились первые подделки. Они были даже в советское время. К сожалению, сейчас, если вы зайдете в интернет, вы даже найдете, появился концентрат березового сока. Вот это, да. И? Берете. Там ничего натурального нет. Там есть краситель. Вода. Вода. Просто и все. И сахарный срок. Какой же краситель-то, я думаю, по цвету? Чуть-чуть подкрашен. Он всегда слегка желтоватый. Желтенький, чуть-чуть, я немного. Природный сок, он аппалицирующий и желтоватый. Слегка желтоватый. А как отличить тогда натуральный сок, например, от фальсификации? Сок всегда появляется только весной. Если вы видите августовский сок, задайте вопрос. Где в августе? Его произвели. Его произвели и из какой березы? Первое. Второе. Конечно, посмотрите, кто производит сок. Если вы видите сок, произведенный в Московской области, задайте вопрос. Березовый сок, он должен добываться только в экологически чистых местах. Это зона, вот знаете, такой сверхчистой воды. Я боюсь критиковать, но я бы не стал брать в Московской области сок. Некая полезная такая, средняя какая-то зона нашей. Вот в области нашей России. Да. Зональность. Обязательно посмотрите зональность. Значит, срок производства и кто производитель. Кто производитель. Обязательно посмотрите на срок годности. Срок годности березового сока не может превышать, из-за того, что там витамины, органические кислоты, больше полугода в естественных условиях. Как бы там объяснить такой факт, что сок вот этот изготовлен с 16.01.2015. В январе? То есть в январе березы вдруг начали давать сок? А это вот сентябрьский. Заколосились. Ну это чудо. Это озимые березы. Слушайте, ну тогда вот это можно говорить, что это не натуральный сок? Если вот в январе... То есть его сделали из концентрата, в любом случае, не из свежего сока. Его сделали из концентрата сока, либо это фальсификат. Одно из двух. А вообще есть концентрат натуральный березовый сок? Когда взяли его, не знаю, там, выпарили, и потом в январе разбавили сахаром. Да, нужны консистенции. Концентрат березового сока есть, но я вам открою тайну. Концентрат имеет коричневый цвет, и поэтому вы вот такой светло-желтый цвет никогда не получите. Вы получите коричневатый березовый сок. То есть получается, что мы должны обращать внимание, во-первых, на то, когда он был разлит. Потому что если он разлит весной, март-апрель, то мы можем предполагать, что это всё-таки скорее натуральный сок. Ну а если он разлит где-то в январе или там в августе, то мы понимаем, что маловероятно, что он натуральный. Это правда. Соответственно, срок хранения для натурального сока... Не превышает обычно полугода. Не превышает полугода. Вот я смотрю, здесь год. 12 месяцев, да. Год. Год допустимо? Потому что здесь вот три года. Здесь есть три года. Вообще не. Вы же понимаете, что биологически активные вещества разрушаются за три года, но есть маленький секрет. Вот здесь, видите, непрозрачную упаковку. Ага. Березовый сок не любит прямых солнечных лучей. Вот. Вот в такой упаковке он разрушается очень быстро. Поэтому если вы собираетесь взять березовый сок, возьмите все-таки в непрозрачной упаковке. Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич. Спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо. Поговорим о том, как убирают березовый сок. Это тоже очень интересно. Вот это, кстати, интересно, потому что у меня рядом с дачей есть большая, большая такая березовая роща. Секреты своего мастерства нам откроет человек, который научился собирать березовый сок аж в три года. В три года. А в 30 организовал первый фестиваль березового сока. Это Алексей Грибин из Санкт-Петербурга. Алексей, доброе утро. Ох, Алексей. Вот у нас березовый сок замороженный, натуральный. Так. И березовый сироп. Это березовый сироп? А можно я взгляну? Вот так. Ой, это вот нам Дмитрий Аркадьевич рассказывал, что... Что он коричневый. Ой, какой красивый. Он даже скорее черный. Черный, как смой. Какой красивый. Я думаю, что он очень вкусно пахнет. Можно открыть? Можно? Да, конечно. Ну-ка, ну-ка. Сейчас понюхаем. О, ну, вот-вот прям... Здорово. Алексей, как же это вы в три-то года научили собирать сок? Дело в том, что у меня отец собирал. Так. Я с ним начинал собирать, потом стал сам дальше собирать. Сколько сока вы можете собрать за день? Можно сколько хочешь собрать, в принципе, сколько унесешь. Там физически можно одному человеку и 500 литров унести. А еще березы так много дают сока? Ну, не с одной березы собираем, собираем с нескольких берез. Ага. Я вот, кстати, предлагаю посмотреть, вот там вот у нас на экране конструкция вашего, так сказать, авторства. Сокопровод такой. На фестивале березового сока мы строили сокопровод, соединяли в единое целое где-то 20 берез. И все по единой трубочке вытекало, значит, все содержит. В рот вашему ребенку, я так понимаю. Ну, в рот это уже по окончании фестиваля, уже когда мы сворачивались. А так мы вот 5-литровая бутылка. А вот с 20 вот этих берез за какое время 5-литровая бутылка наполнялась? Не больше, чем за час. То есть за час? Час. За час 5 литров это много, это хорошо. Алексей, как пришла идея по поводу фестиваля березового сока? Вот я занимался с детства, и я всегда понимал, что березовый сок наш национальный напиток. В какой-то момент я стал чувствовать, что может быть статус национального напитка у березового сока исчезает, теряется. И я решил, что надо популяризировать березовый сок. И обратился к губернатору Ленинградской области с таким предложением организовать Ленинградской области такой фестиваль. Он поддержал это начинание, и мы стали делать этот фестиваль. Много приезжает желающих? Но мы в этом году будем второй раз организовывать. В тот раз где-то человек 300 было. В этот раз, конечно, больше будет. Алексей, можете нам показать, как правильно добывать сок? Да, конечно. Так, чтобы потом и березе не навредить, чтобы потом же и березкой у нас... У нас очень корыстная цель, у меня просто березы на даче растут. Он же с практической точки зрения. Вообще мы добываем сок из берез диаметром больше 20 сантиметров. У меня такие есть. Веревка нам хватит для березы такого диаметра, в принципе, как размаха ширины. Что, это полтора, получается, метра? Ну, где-то так, метр восемьдесят. Да. Используем мы пэт-бутылку и используем капельницу медицинскую. Покупаем. Ну, вот, правильно. Наша тематика. Отрезаем сам силиконовый шланг от нее. Дальше, чтобы к нам никакой мусор не попадал в банку, мы берем одну из крышек и просто сверлим дырочку. Отверстие немножко расширяем. Все, у нас сюда заходит шланчик. Мы его одеваем на бутылочку, крышечку. Ну, и муравьи никакие не полезут. Да, все. Да, вот муравьи, потому что это вот, когда вот в трехлитровую банку раньше собирали и марлю сверху ставили, там все равно вот муравьи проникали. Что-то плавало все время. Да, да, да. А здесь уже муравью очень сложно, если только уже вот там вот над муравейником повесить. Ну, вообще это, как бы, знаешь, такой натуральный мусор, мне кажется. И, значит, мы завязываем вот вокруг дерева. Все, после этого... Но это березе не сильно вредит? Нет, эта дырочка, сейчас вы увидите, будет очень маленькая. Мы диаметр сверла используем 4 миллиметра под капельную трубочку. И немножко под углом вниз мы сверлим дырочку. На самом деле, где-то за неделю дырочка уже зарастает, сок может перестать течь. Поэтому я изначально всегда сверлю, только чтобы кору пройти. Потом где-то через неделю я еще немножко досверливаю глубже. И так мы в первый раз засверливаем буквально, чтобы пройти кору. Сантиметр. И вставляем туда трубочку. Все, сок пойдет. И первый вот пойдет, пойдет. Значит, набирается. Вот сколько может такая береза давать нам сок? Ну, 5 литров может спокойно давать. 5 литров? В день. Да, да. Для семьи, по-моему, вот так вот, даже выше крыши. Значит, когда мы решаем, что пора уже прекращать, да, мы как заделываем дырочку? Если мы в конце сезона закончили, в конце сезона, у нас уже тут сока не будет, да, течь. Либо она может зарасти еще раньше, там тоже уже не будет сока. Мы просто берем вар садовый. Я-то обычно всегда в конце сезона заканчиваю. И просто вот эту дырочку немножко туда. А вот некоторые люди рекомендуют глиной. Это правильно? Глиной, да, можно и глиной. Можно, да? Да, да, да. Скажите, Алексей, а вы что-нибудь слышали о полезных свойствах березового сока? Вы же знаете наверняка? Избежать простуд помогает. Если употреблять, профилактика простуд, да, весной особенно, да. В целом, после тяжелой зимы, если весной свежий сок пить, помогает восстановиться вот после зимы. Силы дает, да? А вот теперь спросим у нашего диетолога, что она скажет нам по поводу полезных свойств березового сока? Чихонина Юлия Геннадьевна. Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники «Непитание». Кандидат медицинских наук. Скажите, Юлия Геннадьевна, помогает ли березовый сок при профилактике простуды? Конечно, березовый сок помогает, потому что в своем составе он содержит фитонциды. Растительные вещества, которые помогают нам защититься от весенних простуд, от инфекций. Силу придает, вот второе у нас свойство прекрасное, говорит, после зимы. И как выпьешь березовый сок, сразу силы прибавляется. Это действительно так. Дело в том, что в березовом соке содержатся органические кислоты, которые обладают бодрящим и тонизирующим действием. Чем еще полезен березовый сок? Березовый сок полезен своим минерально-витаминным составом. Он содержит витамины группы В, витамин С, аскорбиновую кислоту, и минеральные соли, большое количество минеральных солей. И поэтому полезными свойствами являются мочегонный эффект, который полезен при склонности к отекам, при артериальной гипертонии, а также для профилактики обострений хронических заболеваний мочевыводящих путей. А теперь, как всегда, будем говорить о противопоказаниях. Противопоказания, к сожалению, тоже есть. В первую очередь, это склонность к аллергическим реакциям, на витамины группы В, на аскорбиновую кислоту, а также на березовую пыльцу. И все. Замечательно. Прекрасно. Спасибо большое, Евгения Дмитриевна. Спасибо. Леш, ну мы вам желаем, конечно же, удачи в ваших начинаниях. Чтобы все больше народу приезжало к вам на фестиваль и приобщалось к этому напитку. В общем, успехов вам. Спасибо большое, ждем вас на фестивале. Спасибо, вам здорово, я удачи. Спасибо. Ну что, друзья, мы выяснили, что березовый сок действительно полезен для организма человека. И противопоказаний к нему, в общем-то, немного. Поэтому собирайте березовый сок, делайте это правильно, так, как мы вам сегодня показали. Пейте его на здоровье. Да. Это была рубрика «Продукт дня».